Добрый вечер, я Дмитрий Вахницкий и это программа «Дайте жалобную книгу». Сегодня мы поговорим о том, что может на долгие годы рассорить самых близких родственников и расскажем, из-за чего жители села Катериновка Каменского района оказались буквально на грани выживания. Принято считать, что родственники самые близкие люди и если поссорились, обязательно помириться. Кровь, как известно, не вода, но даже давно и хорошо знакомые люди подчас ведут себя непредсказуемо. Например, жительница Каменки Просковья Дудник уже 23 года удивляется поступку своего соседа и деверя. В ноябре 90-го, пока муж лежал в больнице, его родной брат взялся строить гараж. По непонятным причинам на его собственном участке строение не поместилось. С тех пор герения нашего следующего сюжета обивают пороги всевозможных инстанций в попытке отстоять законное право владения своим участком в его первоначальных границах. Дом Просковья Васильевны отличается незаметной на первый взгляд особенностью. С улицы Кабака до него нужно пройти еще 60 метров. Тут же расположен гараж. Правда, подъездной путь к нему давно закрыт. Вот и на этот раз машина выгрузила песок сразу за калиткой. С тяжело груженной тачкой владелица 9-го дома совершила уже немало рейсов. Недавно она затеяла перестройку веранды. Со всеми строительными работами справляется сама. И вспоминает, как однажды, вернувшись домой, застала за такой же работой незнакомую бригаду строителей. Приехала назад, сетка снята, столбы сняты. Моя сетка до конца была. Лака, где-то 10 столбек, выпущены, строят. Котелец, пошла ничего. Котелец, песок, цель. И они строят у меня гараж. Ну, я пьяная, я боялась. Мама говорит, я бегу в поселковый совет, пожалую, что это такое чужие люди у меня во дворе. Помню, еще мне коляску помогали тащить через вот эти все строительные материалы. Еще нагло приходят мужчины, показывают, что им дозволено быть на нашей территории. Папа приезжает, тоже идет в этот поселковый совет, что он там, его попросили написать заявление в прокуратуру. И вот он уехал, так как ему нужно было продолжать лечение. Он еще был у нас инвалид первой группы, у него и сахарный диабет, находиться дома он не мог. Он уехал и все так продолжался строиться, вот этот вот сарай. Просковья Васильевна вспоминает, с инициатором строительства, своим родным братом, ее муж пытался объясниться не раз, но безуспешно. После смерти мужа Просковья Дудник начала оформлять документы на право наследования земельным участком. И тут выяснилось, в технический паспорт ее дома закралась ошибка. И не одна. Мне наследство, что переделать мне. И землю переделать, и дорогу переделать, и колодцы даже не поставили у меня в плане. Вот колодец сидит. У мужа есть, а у меня снято. Туалет у меня больше 30 лет, вот есть туалет. Документы снято. Почему это сделали? У нас земельный участок 10, там 10,48, а в техническом паспорте 9, земельный участок, территория земельного участка. А проезжая часть у нас была 3,80, потом они переделали маме в наследстве 3,40. И вот сейчас, когда мы уже начали досконально взялись и проверяем эти все документы, оказывается, что у нас вообще уже в БТИ, у нас проезжей части нету совершенно. Абсурдность ситуации очевидна, если взглянуть на план самого участка. Его жилую часть этот проход соединяет с улицы Кабака. Но по документам Бюро технической инвентаризации выходит, что два жилых дома и гараж полностью изолированы от основной проезжей части. Когда мы к адвокатам обращались, адвокат нас послал в БТИ, чтобы мы принесли справку именно тех лет, когда папа был наследником. Вот мы когда открываем эту книгу, я вижу, что там, где папа был собственником дома, есть и проезжая часть, и все нормально, вот так вот, как она, 3,80 должно быть. А здесь, где уже мамину наследство, уже почему-то 3,40 даже, уже и вычеркнуто. И я спрашиваю эту девушку, девушка, что это такое? Кто разрешил это делать? На что она руки наложила на вот эти вот документы, ну вот, закрыла руками, покраснела, закрыла руками вот эти вот два листа и говорит, вам здесь нужен адвокат. Семья Дудник утверждает, на все просьбы выдать копию техпаспорта их дома сотрудник Бюро технической инвентаризации отвечал категорическим отказом. Поход к адвокату подтвердил его неправомерность. После очередной неудачной попытки получить на руки доказательства грубых нарушений, допущенных при переоформлении наследства, юрист посоветовал написать заявление в адрес руководства учреждения. Ответа не последовало. Мы приходим к прокурору, прокурор уже начинает другую песню, что я ничего не знаю, и вот нам приходит бумага, здесь есть бумага. Вы не поставили подпись под заявлением, которое вы мне оформили. Я снова к нему. Он говорит, я ничего не могу сделать, идите к адвокату, ищите адвокатов, решайте его тогда, как найдете еще кого-нибудь адвоката, который мне правильно составит заявление, тогда я буду что-то решать. Все, с прокурором у нас закончено. Просковья Дудник решает обратиться в суд. Там ей сказали, нет доказательств реальных размеров ее земельного участка и его территориальных границ. Ситуации разберемся. Обнадежил уже новый глава госадминистрации Каменки и Каменского района. Тогда-то и выяснилось, долгое время дом Просковья Дудник в плане города значился не под своим девятым номером, а под соседским. С нашим соседом, родственником, у него было 13 в те годы, когда он строил гараж. Теперь у него почему-то 11. И получилось так по документам, когда мы это все начали разбирать, что и его номер дома, и наш номер дома получился номер 11. Они говорят, а у вас документы номер 11, а она наследство делала номер 9. Я думаю, что они специально, понимаете, мой папа Дудник Иван Фомич, а он Дудник Михаил Фомич. Там легко, можно как-то исправить и на М. О причине метаморфоза в базе данных Каменского БТИ и строительства, ограничившего проезд к девятому дому, мы спросили у Михаила Дудника, деверя Просковья Васильевны. Как этот проезд? Есть проезд? Ну, машина не въедет, там гараж, а машина уже не въедет. Была мать, как делила, так она и есть и сейчас. Сначала как женился брат, поделили, так и она и есть и сейчас. До сих пор. И проезда там не было, до машины? Есть и сейчас проезд, как нет. До машины не было, не хотели, ни до машины. А вы общаетесь с вашими соседями? Нет, с ними нет. По словам Михаила, гараж был здесь всегда. Просковья Васильевна настаивает на своем. Все проблемы с ее участком – дело его рук. И начались в ноябре 1990-го. В истории взаимоотношений между родственниками есть еще несколько фактов. В том числе нападение Михаила Дудник на Просковью Дудник. Слышу крики, мамины крики. Я выглядываю на веранду, смотрю, маму тащат во двор. Этот же мой дядя, сосед, заворотник. И она кричит. Я выбегаю, мой муж лежит на дороге без сознания. Ее затащили во двор. Она здесь вся в крови. В тот день тоже, помню, милиция была. Оказывается, бил мой дядя и его старший сын маму. Избили, выбили ей зубы, порвали пальто. Ой, моего мужа побили. Весь синяк как был. Оказывается, он просто хотел подойти к дяде и поговорить, что же ты творишь. По итогам разбирательства сосед выплатил Просковье Васильевне компенсацию за моральный ущерб в размере 100 рублей. А вскоре ее дочери пришла повестка в суд. Дядя на меня составляет исковое заявление. Якобы я ему чуть не оторвала половые органы. Да, да, это смешно. У меня маленький ребенок, меня судят. Мы через такой ад прошли. Все описанные события развивались в начале 90-х. Вероятно, время перемен отчасти объясняет абсурдность многих происходивших тогда событий. По мнению героинь нашего сюжета, не обошлось здесь и без чьей-то влиятельной поддержки. В адрес их родственника и соседа. На месте ситуацию изучила комиссия из государственной службы надзора и вынесла заключение. Существовавший проезд к дому в связи с неправомерными действиями нашей администрации. Пересмотреть в администрации района. Разобраться и решить. Это вполне возможно без суда. В районной администрации, тем не менее, решили, что проблема Праскови Дудник в компетенции суда. В свою очередь суд исковое заявление владелица 9-го дома по улице Кабака признал недействительным из-за отсутствия доказательств. Нам доказательства на землю не дают. С какого основания не дают документы? Ну, просто не дают. Чтобы мы в суд не подавали. Ну, а почему они ему? Как разорвать этот замкнутый круг и разрешить проблему с 20-летним стажем? С таким вопросом мы также обратились в Каменскую госадминистрацию. Там пояснили, решение о сносе соседского гаража, перекрывшего проезд к дому Прасковьи Дудник, должно быть принято только в судебном порядке. Но, чтобы обратиться в суд Прасковьи Васильевне, нужно оформить правоустанавливающие документы на землепользование. После смерти мужа она унаследовала права на имущество, узаконила их, однако на земельный участок она не оформила правоустанавливающие документы, о чем ей было сказано, что необходимо написать заявление в госадминистрацию. И решением главы за ней будет закреплен земельный участок в тех границах, конечно же, без участков, которые находятся под этим гаражом. С чем она категорически не согласилась и до настоящего времени не оформила правоустанавливающие документы на землю. Естественно, суд без данных документов не может рассмотреть данный вопрос. Для разрешения сложившейся ситуации, по мнению Михаила Мельника, Прасковьи Дудник все же необходимо прийти в госадминистрацию и написать заявление о предоставлении ей земельного участка в его нынешних границах в связи с переходом ей права на домовладение. Имея на руках вот эти документы, повторно обратиться в суд с иском о признании решений из полкома поселкового совета либо незаконным в отношении законения данного гаража, если она считает это таковым. И в данной ситуации суд вынесет какое-то конкретное решение, которое будет являться разрешением данного конфликта. Другого пути просто нет. Между тем, по словам Прасковья Дудник, нужное заявление она уже писала, причем дважды. Последний раз 22 марта 2012-го. В Каменскую госадминистрацию, вспоминает Прасковья Васильевна, она тогда пришла на костылях со сломанной ногой, но нужное обращение на подтверждение права владения ее земельным участком все же подала. И с тех пор ждет ответа. Каменская госадминистрация Это наш местный Катериновский водопровод, только работает непосредственно, зависит от погодных условий. То есть есть дождь, где вода есть. Нам повезло. В Катериновке в день приезда съемочной группы безостановочно шел дождь. Поэтому все преимущества и недостатки самодельного дождепровода мы могли оценить сами. Используем, честно говоря, даже неудобно сказать, в бытовых нуждах. За отсутствием воды для стильки, для питья, для животных. Я вот стираю черные вещи, которые там вот черные, дождевой водой. Кто стирает еще дождевой водой? Вот так вот. Мы привозим воду, но это настолько тяжело. Ну, во-первых, нужен транспорт, чем привезти. Конечно, это опять же нам обходится в очень такую сумму приличную. А потом набрать где. Если мы там у одного знакомого набирали воду в колодце, то сейчас у него воды нету тоже. По словам местных жителей, в летние месяцы ситуация с питьевой водой становится критической. Центром ежедневного паломничества сельщан давно уже остаются только два колодца общего пользования. На улице Молодежной и Шевченко. Но и этих запасов питьевой воды хватает ненадолго и не на всех. Идите с утра, посмотрите, очередь возле колодца нельзя воды набрать. Посмотрите, вечером люди черпают грязную с глиной воду. Через дорогу у меня соседка, у нее двое детей, девочка седьмой класс, и мальчик вот пойдет первый класс. Мне жалко на этих детей смотреть. Вот целый день они возят, потому что мама вечером придет, их надо помыть, мама должна их постирать, потому что ребенка в садик надо. У нас почему такая проблема с водой остро стоит, потому что вообще упал уровень грунтовых вод. Это не только этот колодец или какой-то другой колодец, что нет воды. Это все колодцы, потому что вода ушла и все, у нее нет. Я живу на такой улице, где даже колодец нельзя сделать, потому что у меня, мы делали там 33 метра скважину, мы дошли до плиты, которую пробить нельзя. В середине прошлого века проблему дефицита питьевой воды взялся решать местный колхоз «Ленинское знамя». Так называемым хоспособом к селу, а также по его периметру провели водопровод, правда с использованием азбестоцементных труб. Этот материал, как известно, провокатор многих онкологических заболеваний и всеми санитарными нормами запрещен к использованию. С распадом Советского Союза дела колхоза пришли в упадок. Вода в кранах сельщан стала появляться все реже. Воды нет. Может, тогда было, что в среду лишь пускали один день. Сейчас совсем нет воды, даже в этих Кирницях нет. Тогда хоть в Кирницях была бы трошки вода в кранах, а сейчас в Кирницях совсем нет воды, как вы видите, что нет воды. Ну и того. А нам старым что делать? Вопросы жизненной важности сельчане уже не раз адресовали руководству Катериновки и Каменского района. На последнем собрании сельского актива их обнадежили. Работы по обеспечению села качественной питьевой водой ведутся в рамках государственной программы реконструкции и строительства систем водоснабжения. На сегодняшний день у нас разработан проект на одну часть села. Согласно государственной программе этот проект есть и он сейчас реализуется. Вот на этот год, допустим, до 2011 году выполнялись проектные работы, то есть проект был сделан. В 2012 году было запланировано 823 тысячи, они были освоены. По словам районного руководства, проект рассчитан на водоснабжение пока лишь в восточной, самой безводной части села. Изначально была запланирована реконструкция старой водозаборной зоны и прокладка водопроводных сетей от насосной станции до границы села и по его восточной части. Проект рассчитан на документации изготовлен на восточную часть населенного пункта, где включает в себя 365 домовладений. Дальше планируется проектным институтом, естественно, при наличии финансовых средств, проект рассчитан на северную часть населенного пункта и юго-западную часть населенного пункта. До сих пор все работы по реконструкции и строительству сетей водоснабжения производились силами рыбницкого филиала «Монтаж автоматики». В этом году генеральным подрядчиком стало госпредприятие водоснабжение и водоотведение. На 2013 год запланировано 1 369 145 рублей. На сегодняшний день профинансировано уже заказ исполнения материалов. Это водопроводная полиэтиленовая труба высокого давления 2400 метров, которая из-за дня на день поступит сюда на стройку. И «Монтаж автоматики» буквально с завтрашнего дня начинает уже работы по очистке траншеи для укладки вот этой трубы. И таким образом вот на эту сумму, которая предусмотрена на 2013 год, возможно будет проложить вот эту трубу длиной 2400 до границы села. Цифрам финансовых отчетов жители Катериновки между тем уже не верят. По словам сельчан, воду им обещали подать еще в начале сентября. Дали отчет по деньгам, куда делись деньги, но никто не понял, когда будет вода. Стихийный митинг у стен сельской администрации по поводу все еще отсутствующей питьевой воды завершился неожиданным предложением со стороны представителей водоканала и «Монтаж автоматики». Подрядчики вызвались подвести группу сельских активистов к месту основных работ по становлению местного водопровода. Надо сказать, путь в ущелье «Глубокая долина» не самый близкий и простой. Экипаж «Газели» трясло на ухабах. То и дело, автомобиль погружался в родниковую воду. Безымянный ручей наш маршрут пересекал раз в пять. Наконец мы подъехали к его истоку. Здесь, в восьми километрах от села, на самом дне ущелья, и расположилась насосная станция. Ее строили еще в середине прошлого века для водоснабжения всей Екатериновки. А потом все, хозяина не стало. Начали разбирать здания, начали вырезать трубы. Все разграбили. Когда сюда пришли, здесь одни развалины были. Седы были наполовину развалины. Ни окон, ничего не было. Нам пришлось восстанавливать оконные проемы, дверные проемы, штукатурить. Заливать, крышу делать. Ну, работы много было. Резервуар тоже самое. Мы практически полностью сделали. Я вам скажу, даже больше. Легче построить новое здание, чем восстановить вот такое, что оно было. Восстановительные работы на станции начались 1 июля прошлого года. Сегодня здесь уже оборудована кафтажная камера. В ней собирается родниковая вода. Отсюда она попадает в заново отстроенный резервуар. Одна часть резервуара где-то 30 кубов. Мы заныряли, за три часа заполняется часть резервуара. После резервуара с помощью вот этих насосов здесь стоит один насос. Их будет еще два. Один будет в резерве, а два будут рабочие. С помощью этих насосов вода поступает в трубу и подается на село. Значит, система здесь так сделана, что все будет автобилизировано. Воду не берут, допустим, насос приостановился. Как только краны где-то там открыли, все, этот прибор дает сигнал, и уже постепенно поднимает давление, и вода постоянно будет. Мощность такого насоса 13 киловатт. По сравнению с оборудованием советской поры, это в десятки раз экономичнее, говорят подрядчики. В ущелье также осилили самый сложный фронт работ. На этом косогоре с уклоном в 67 градусов восстановили линию старого водопровода. Силами жителей села мы расчистили вот это, вы смотрите, вот 10-12 метров, да, эту просеку расчистили. Значит, старый водовод оставили в земле, через него был пропущен силовой кабель к самой насосной станции. Здесь техника бессильна, и все вручную. Здесь работали и кирки, и ломы, и перфораторы, и отбойники, для того, чтобы можно, это 200 метров, вот этой скалистой местности, люди буквально врезались в это все, чтобы оказать посильную помощь работникам монтажа автоматики. Вот так катериновщане прокладывали путь. Через камни и тернии к звездам и глотку долгожданной воды из своего крана. Но их сил явно недостаточно. Краны продолжают пустить. Зато чаша терпения сельчан переполняется. Всякий раз, как иссякают колодцы. Просто люди конкретно хотят знать, когда это будет вода, и что нам ждать. Или ждать эту воду, или просто уезжать с этого населенного пункта вообще. 11 лет уже в селе нет воды совершенно. Когда была вода в колодцах, люди еще немножечко терпели. Вода для нас это вопрос жизни, просто вопрос жизни. Для нее никуда. И все же строительство продолжается. Заверили нас исполнители госпрограммы реконструкции сетей питьевого водоснабжения. В Катериновке первый этап такой работы действительно уже близок к завершению. Подготовлена заявка на изготовление трубы 2400 метров. Приобретаются муфты, а также все необходимое оборудование для дальнейшего строительства и завершения объекта водоснабжения села Катериновка. Данная труба изготавливается в газполимер-сервисе в городе Террасполе. По окончанию она будет доставлена на данный объект и смонтирована по монтаж-автоматике. После установки данной трубы вода будет поступать на край села. В следующем году планируют строить водопроводные сети уже в самом селе. Вот только в каком объеме и на какую сумму пока не ясно. По словам директора Каменского водоканала, планирование на 2014 госпрограммы по водоснабжению села еще продолжается. Сейчас мы совместно работаем с местными органами власти для того, чтобы внести какие-то уже конкретные изменения, возникшие в ходе строительства и осуществления данной программы. Проходит корректировка данной программы и будут уже запланированы в 2014 год и работы, и финансирование. Предварительно есть уже информация, что планируется на 2014 год 3 миллиона 120 тысяч. Самая максимальная сумма будет выделена? Да, на 2014 год это как раз прокладка водопроводных сетей непосредственно по этому микрорайону села. Все будет зависеть от наличия финансирования, потому что знаем, что наблюдаются некоторые перебои с финансированием. И вот этот шум ГАМ связан с этими перебоями. Без воды нет жизни, сокрушаются жители села. И очень надеются, что их надеждам на стабильное водоснабжение все же суждено сбыться. И уже в скором будущем родниковая вода по новым трубам пробьется к их домам. На сегодня это все. Мы надеемся, что наша программа помогла тем, кто к нам обратился. Сейчас на ваших экранах вы видите электронный адрес нашей программы и телефон редакции. Если вы попадете в непростую ситуацию, столкнетесь с безразличием или откровенным нарушением ваших прав, не молчите. Требуйте жалобную книгу. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok